В мастерской часто приходится изобретать по необходимости. Например, для одного из следующих моих проектов нужны круглые деревянные палочки. Купить такие нереально, а самому сделать запросто. Для устройства, которое их будет делать, я нашел в гараже вот такой кусок нержавеющей трубки, диаметром 9 мм. Но можно взять любой диаметр. Да и не обязательно с нержиков, просто я привык делать вещи на века. Длина трубки подбирается исходя из диаметра в соотношении примерно 1 к 3. Вы спросите, где можно применить деревянные круглые палочки? Да почти везде. Это и мебельные нагеля, и дюбеля, и заготовки для поплавков, сырье для выращивания мицелия, даже стрелы для лука. Если придумаете еще применение, то с радостью прочитаю в комментариях. Не ленитесь думать. Так как самое распространенное применение это мебельные нагеля, то назову устройство нагелятор. Для того, чтобы создать на нагеляторе режущую кромку, нужно при помощи болгарки или гравера с отрезным диском запилить торец трубки на глубину 2 мм, в 4 местах накрест. Слишком глубоко, думаю, резать не нужно. Думаю, не надо рассказывать, что при пилении необходимо пользоваться очками. Летит стружка и пыль от диска в глаза только так. Ну и при мелких таких работах еще не помешает респиратор, чтобы потом легкие не выкашлят. Таким образом мы формируем респиратор. Режущую кромку, которая будет работать как обратная циркулярка. То есть вращающаяся древесина будет сама обрезать себя об острые зубцы. Для этого пропилы нужно заточить, примерно под углом в 30 градусов. Зубцы при этом должны смотреть в левую сторону, то есть против часовой стрелки, потому что большинство дрелей без реверса вращается именно в противоположную сторону, по часовой стрелке. Продолжение следует... Добившись формы коронки, нужно соблюсти острые грани. Лучше всего это делать хорошим напильником. Я взял квадратный надфиль и вывел кромки до остроты. Чем острее будет рез, тем ровнее будет конечный продукт из древесины. Можно также поэкспериментировать с остротой угла и количеством зубцов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субцов... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После сваривания и зачистки... Продолжение следует... Или это я просто не умею делать... В любом случае, помучавшись, вышло довольно-таки аккуратно... Теперь для поделки нужно напилить сырье... На циркулярке распускаю сухую древесину... Реечками с сечением по 10 мм... Если планируете делать поплавки для удочки или сетей... То можно напилить плотного пенопласта, к примеру... Рейки лучше брать с сухого лиственного дерева... Конечный результат будет чище... А если взять хвойные породы... То после обработки могут появиться задиры и вырванные волокна... Но в любом случае, палочки будут хорошо откалиброваны по толщине... Много мебельных мастеров делают похожие кондукторы... По принципу точилки для карандашей... Или берут плашку для нарезания резьб на металле... Оба варианта имеют свои недостатки... Точилка делает неоткалиброванные палочки... А лерка выходит из строя, переставая потом резать резьбу... Полученные рейки нужно доработать ножом... С одной стороны немного округлив под патрон дрели... А со второй заточив под кондуктор... Как же это все работает? Ногилятор закрепляю в тисках... И вставив рейку квадратного сечения в патрон дрели... Пропускаю через зубцы... Процесс идет легко, без усилий... Только нужно дать дрели хорошие обороты... С противоположной части трубки появляется совершенно ровный шкант... Который можно использовать в зависимости от надобности... Вот так легко и просто можно сделать круглые рейки для своих самоделок... Без особых усилий... Ровные и гладкие... Если не дополнительно шлифануть с зажатой наждачкой... Думаю, помог многим... А себе изобрел новый инструмент-помощник... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...